Привет, зритель! Мон Шерами, my best friend, сделал мне маленький сюрприз. На самом деле, я так говорю, она была частичная, но сути не меняет. Вот здесь на блюдечке. Ты видишь последний кусочек первого якана, который я схомячила. Это японские сладости. Вот это, точнее подобное, я уже как бы пробовала. Это у меня третья посылка с Японией. Скажем так, своего рода обмен. Надеюсь, моя тоже в скором времени дойдет до адресата. У меня было в посылочке 4 одинаковых якана. Якана, это такая японская сладость. Вот мне она нравится, хорошо моему окружению нет. Делиться не придется. Вот якан бывает разный. В этот раз якан у меня именно такой мягонький. Первый якан у меня был с кусочками фасоли. Потом просто как бы такой же полстовой якан, как бы мармелад такой. Скажем так, это японский полстовой мармелад на основе красной фасоли, сахара. Ну и соответственно ангара. И еще был такой более-менее как бы жиденький. Тут у меня просто черный чай со всякой тревухой. Японский чай я буду обозревать завтра отдельным роликом. А это же чисто по просьбе трудящихся. Вообще, если вам нравятся японские сладости, то вам это понравится. Возможно, вы это уже пробовали. А если не нравится или вы даже не знаете, то просто смотрите для начала пасту Анка. Ролик у меня с инструкцией по применению есть на канале. И ссылочку я на него ставлю. Либо в инфобоксе, либо в самом ролике. Кстати, довольно сытная штучка. По-моему, они по 60 грамм. Такие вот маленькие штучки. Но весоненькие. Удобно раскрывается. Тут вот такая штучка. Дернешь за веревочку и крышечка отвалится. По традиции, на японском столбик написано сверху вниз, справа налево. Кан айокан. Ну, в принципе, для меня вот он сладкий. Это, конечно, не плитерное что-то. Любители супер сладкого, скорее всего, не просекут. Прикола. А другое, честно, я не помню название. Я когда писала другу в телеграмму со скриншотом из Википедии, что вот такое-то название, такое-то название, типа сахарные конфеты японские, я предполагала, что это какие-то такие леденцы будут, как вот у нас, допустим, петушок на палочке, да, в России, или просто леденечки, карамельки. Ну, или кусочки сахара, конкретно такого, цветного какого-то сахара, но не то, что будет в реале. На фотке можно видеть, которую я скидывала, и, скорее всего, в Инстаграм. Она должна быть с этим же всем. В разделе Ютуба в сообщество. И ВКонтакте. Кстати, страница ВКонтакте открыта, и там можно посмотреть, там есть фотка с этой шестлательской тоже. Вот такая штучка. Тут у нас большая зеленая, потом розовая и белая закрывается. Ясураги. Я не знаю, Ясураги это именно фирма, или Ясураги это вот эти штучки. Я забыла у товарища уточнить. Но вот как есть. Вот такой как бы пакетик с нарисованным бантиком. Можно кому-нибудь подарить. А можно захамать с самим. И вот такие вот, они одинаково были. Вот одинаковые пакетики. Здесь был беленький, а здесь розовенький. Это неприторный, мягкий, сладкий такой вкус. Она на самом деле, я думала, когда вот увидела их, что это очень крепкое что-то, как это грызть, как это кусать. Но оно довольно мягкое. Я, кстати, даже привела сейчас, что-то розовенькую заодно узнаю. Мне показалось немножко такой крахмалистый вкус, как бы и крахмал, и сахар. Это очень мягкое и нежное. Не нежное в том плане, что по вкусу, но мягко, кстати, кусается. Но человек, которого я угостила, которую я угостила, не проникся этим. В общем, люди, которые, как бы не привыкли к японской, восточной кухне, ну, допустим, к японским или восточным сладостям, они не поймут прикола. Вот сейчас оно мне вкусноло, напомнило что-то такое, можно сказать, деревяшку. Кусок фанеры, который с сакаром. Вот, ну, для тех, кто, наверное, не понимает такого. Вкусом. И не поймет такой сладости. Это вот просто сейчас такая ассоциация сложилась. На самом деле, оно мне напомнило что-то такое съедобное, и, возможно, даже русское, но я не могу сказать, что. Оно похоже на хлебный сухарик. Только такой свежий и мягкий хлебный сухарик. Ну, сухарик же мягким не может быть. Но именно тот сухарик, который легко еще кусается. По-моему, оно, кроме цвета, от белой штучки не отличается. И в каком-то смысле, плане, я очень рада, что человеку оно не понравилось. Я бы по доброте душевной поделилась, если бы понравилось, но раз не понравилось, я больше ни с кем не буду делиться, я сам скомячу это. Кусочек отломился. В общем, было 4 якана, и в общей сумме 5 вот таких сахарных конфет, название которых я не помню. Возможно, это какой-то не совсем такой ролик, как от меня ждали. Ну, я тут и открыла, и попробовала, и рассказала. И тут вроде где-то что-то даже написано. Ну, мне нравится. И пакетичек там. О, и я ее даже разломила. При случае можно вполне себе ломаться. Тут он такой цветочек. По-моему, беленький тоже такой цветочек был. Даже, может быть, немножко напоминает безе, обычное, которое привычно людям, европейским, да, не азиатскими. Не знаю, в Азии есть какое-нибудь безе или нет, делают ли там. Но, скорее, ближе вот такое пересушенное сухое безе. Не то безе, которое подпеклось и поджарилось, а именно просто как бы пересушенное безе. Ну, вот мне понравилось. Ну, так как чая у меня зеленого, да и черного теперь, на ближайший год точно хватит, то, может быть, следующий мой запрос будет на обмен исключительно японские сладости. В общем, всем спасибо, кто осилил сей ролик. и всем пока!